Всем здравствуйте! Начинаем подготовку или продолжаем подготовку к осени. И сегодня у нас спортивный костюм из велюра. Естественно, с велюром работать не все правильно могут, не все правильно умеют. Сразу говорю вам о том, что оставляем вам ссылочку в описании. Правила работы с велюром. И посмотрите, кстати, мы снимали это видео 5 лет назад, насколько увеличилось и качество нашей съемки, потому что мы были только на самом начале. Самые такие, знаете, видео, когда я смотрю те, которые мы снимали ранее, мне кажется, даже у меня и голос был там не такой. Ну, посмотрите, потому что актуально, абсолютно актуальная информация, ту, которую я рассказываю. Как вы видите, костюм у нас шит из велюра. Велюр этот из интернет-магазина Атлас. Ссылочку вам обязательно оставим в описании и на этот велюр, и на магазин. В магазине огромный выбор, поэтому выбирайте, заходите. И этот велюр именно стрейчевый. Он хорошо тянется у нас в направлении и по ширине, и есть растяжимость по длине, что дает нам максимально удобную посадку для спортивного костюма. Поэтому заходите в магазин, выбирайте. При заказе от 500 гривен бесплатная доставка по Украине. Итак, давайте рассмотрим костюм. Костюм завтра я уже буду отдавать обладательнице. Значит, у нас капюшон с одним швом по середине капюшона. Здесь у нас вставочка. За счет того, что велюр у нас тянется, и вот здесь вот у нас тоже кант идет, он тоже растягивается. Внутри капюшон двухслойный. Здесь очень хорошо я подобрала как раз подкладочку. На замочке. Карманчики. Кенгуру. Кстати, карман я тоже сделала двухслойный. Обращаю ваше внимание, что внутри он у меня полностью идет с подкладкой. И вход в карман я здесь вот отстрочку никакую не делала. Но здесь я его зафиксировала, продублировала именно саму подкладку. Да, флизелином, делевичком. А по велюру этого делать нельзя. Иначе вы получите такое заминание. Именно ворса и ничего более. Манжет по линии низа. Можно приоткрывать замочек и вверх, и вниз. Но не буду я его трогать. Далее. Рукавчик. Тоже у нас по линии рукава, по центру рукава. Вот здесь вот как раз к линии плечевой. Я тоже вставила кант. Этот перламутровый. Под серебро. Обязательно смотрим, когда мы подбираем все это, чтобы у нас с вами было сочетание. Здесь у нас все сочетается. Давай покажем. Поближе все сочетается, все хорошо подобрано. Выточки здесь нет. Обязательно при раскрое смотрим на то, чтобы было правильное направление ворса. У нас ворс весь смотрится вниз. Смотрите, если я беру, вот рукой провожу, видно это или нет? Ну, поближе если подойти. Вот так вот. Ну, вы должны обязательно смотреть, чтобы направление ворса было в одну сторону. У меня ворс смотрит вниз. Брючки на резиночке. Также у нас вставил маленький, ну, в виде лампасика, да, и по спиночке, по заднему полотнищу брюк. Здесь у нас есть кокетка. Она маленькая, аккуратненькая и без шва по серединке. На резиночке. И резинка для того, чтобы не крутилась, рекомендую ее зафиксировать. Я ее зафиксировала по линии заднего полотнища, по серединке, там, где у нас есть линия сидения, по боковым швам. Вот здесь у меня есть шов идет, но его не видно. Но резиночка так будет держаться и не будет перекручиваться. И по середине переда. На манжетах оформлена линия низа. Все вот такие вот несложные брючки, несложный костюмчик вы можете смоделировать и шить вместе с нами. Есть у нас много видео на канале. У нас есть спортивных костюмов вообще очень много. Есть видео там, где мы делаем построение брюк сразу на ткани. Есть у нас брюки без боковых швов. Тоже мы строили. Есть у нас, как можно переснять, допустим, по готовому изделию и пошить верхнюю часть. Кому сложно вообще работать с выкройками. И есть у нас самая простая выкройка. Ссылочку на нее вам оставим в описании на брючке. Тоже оставим ссылочку в описании, как построить. Рекомендую, постройте. Она строится несложно. А изделий из этой выкройки можно шить очень-очень много. Сейчас костюм продемонстрирую на себе. Можете рассмотреть костюмчик на мне. Еще раз повторяюсь, это не мой костюм. Он шит на похожую тоже фигуру. Очень уютный, мягкий. И вот в нем ощущаешь себя, знаете, так легко и хорошо. И, конечно же, в такую прохладную погоду он будет согревать. Ну, под низ мы можем надевать футболку, можем надевать лонгслив, свитерок. Если нам нужно будет, мы одеваем капюшон и застегиваем и получаем, смотрите, какой замечательный эффект. Ну, я не знаю, в зеркало на себя не смотрю, но смотрю, что муж смеется. Что-то ему не понравилось, наверное. Ну, он, короче говоря, классный. Шейте вместе с нами. Итак, по построению брюк. Брюки спортивные есть у нас на канале. Вы возьмете выкройку, либо там, где мы строили брюки без бокового шва, либо с боковым швом. Это ваше желание. И теперь, смотрите, я взяла самая простая выкройка. Вот у меня спинка. Я ее буду использовать сразу для раскроя. Обводить. Единственное, что я сделаю, это углублю на 3 сантиметра саму линию проймы. И все. И дальше менять ее никак не буду. И потом пришивается манжет. Определяете длину, которую вам нужно. Вот у меня полочка. Полочка в самой простой выкройке у меня идет с выточкой. И я ее пересняла. Пересняла вот как она есть. Эту я откладываю в сторону мою выкройку. Я с ней все время работаю. А ту, которую я пересняла, я буду на ней сейчас моделировать. И рукав. Рукав точно так же. Мы с вами на 3 сантиметра углубляем. Вот я сейчас вам показываю. Вот эти 3 сантиметра. Что мы делаем на спинке, то мы делаем и на полочке. При желании, если вы хотите расширить, вы еще расширяете. И рукав, и тогда, соответственно, и пройму. И вот у нас я рукавчик. Смотрите, я его сделаю вот так вот. Вот, чтобы он был такой более мягкий и красивый. Вот таким образом я срезала рукавчик. У нас трикотажик. И вот здесь я чуть-чуть могу вот так вот в районе до сантиметра забрать. Я когда забираю, вот смотрите, у нас есть вот здесь вот ширина, то у вас эта выкройка должна быть проверена, что рукав вот здесь должен иметь свободу. И если ее нет, то вы не срезаете. То есть вы строите самую простую выкройку, делаете примерку и уже увидите. Я вот так вот сделала для того, чтобы рукав был более интересный. Теперь полочка. На полочке у меня построена выточка, она мне не нужна. Я от нее буду избавляться. Поэтому делаю следующую выточку. Сейчас опускаю в линию низа. Углубляемся, естественно, мы на 3 сантиметра. Я отмечаю вот так вот 3 сантиметра. Выточку вырезаю. Она нам не нужна. Разрезаю ее вниз. Выточку закрываю. Фиксирую малярным скотчем. Вот здесь не дорезайте до самого края пару миллиметров. У меня так получилось, что я отрезала. Ну, не страшно. Я сейчас подклею. Вот я подклеила. Сразу же работаю с линией проймы. Здесь мне видно, что мне нужно сделать. Вот так вот я ее сейчас в линию проймы углубляю. И теперь можно взять, подложить вот сюда вот бумагу. Именно вот сюда. Подкладываю. фиксирую. Этой величины у нас сейчас не будет. Мы от нее сейчас уйдем. Но я имею в виду то, что у нас выточка раскрылась в линию низа, а она нам здесь не нужна. Естественно, мы сейчас от нее будем с вами уходить. И вот у нас есть одна точка и вторая точка, к которой мы должны будем стремиться. И по линии проймы условно разделить ее где-то на три части. Вот раз, два, три. Условно именно. И теперь проводим линию от этой точки вот сюда. Вот точечку мы нарисовали с вами, определили. Вот я провожу. И далее от этой же точечки вот сюда к этому краю. А здесь точка у нас соединяется. Разрезаю. Не дорезаем до края. И выполняем следующее. Вот так. Вот. То есть две точки, вот раствор выточки, который у нас получился вниз. Я его перенесла как бы в пройму, да, выточку построила. И теперь я ее убрала, закрыла. Если вы хотите чуть-чуть добавить свободы, то вы можете, естественно, сделать вот так, да, при желании. Если вы хотите, чтобы у вас была более свободная, ну, например, у кого фигура груша, то вот здесь вы можете там пару сантиметров для себя и оставить. Вот что у нас получилось. И теперь остается нам боковую линию и линию середина переда. У нас с вами разная, потому что это баланс вывести в одну линию. Ну, для того, чтобы вывести в одну линию, у нас здесь, смотрите, вот у вас остается излишек, который можно срезать, который теперь я могу даже вот так вот снять. Видите? Вот мы же с вами разрезали и теперь подкладываю, фиксирую. Ну, вот так мы можем с вами довести до вот этой выточки, да, которая у нас идет вниз. И вот сейчас я зафиксирую вот здесь и вот здесь и теперь делаем мягкий, плавный переход. Вот так. Можно даже с помощью линейки. Вот так вот, вот так вот так. И смотрите, я даже чуть-чуть вот ближе к середине переда и вот здесь чуть-чуть срезаю. Все, вот у нас с вами получилась вот такая вот дугообразная линия. У каждого она получится своя. Чем больше выточка, тем получится дуга. Но эта дуга, она не будет видна, когда вы сюда еще пришиваете манжет, оно все ложится на свое место. Здесь приподнимается грудью тоже немножечко выравнивается. Вот так мы с вами ушли от выточки. Остается построить капюшон. Для построения капюшона у нас много уже было видео, там где мы строили. Мы с вами измеряем мерки. Какие мерки? Вот я вам сейчас условно рисую. Вот идут наши плечи. Вот шея. Ну я так грубо нарисую. Вот голова. Значит, что мы с вами измеряем? Мы с вами измеряем мерку вот брови и вот по брови и параллельно вокруг измеряем. Это у нас будет окружность головы. Так, это вот мы взяли, измерили. Ну, например, получили там 58. Образно. У каждого будет своя величина. И измеряем высоту. И я не хочу, чтобы капюшон был такой сильно широкий, свободный. А высоту мы измеряем вот у нас плечо и вот у нас плечо. И вот так вот сантиметровая лента проходит через макушку и опускается. И вы смотрите, сколько у вас получается высота головы. И высота головы. Вот это вот мерка, которая нам будет нужна. Ну, вот здесь давайте я запишу вот так вот. 62. У каждого она будет своя. теперь берем лист бумаги и еще что нам нужно с вами это измерить горловину спинки и полочки. Прикладываем. Вот видите, я прям на рукавчик записываю. Прикладываем и измеряем. И пишем. Я вот здесь вот пишу спинка и пишу сразу полочка. потому что мне нужно знать сколько какая величина. Спинка я измеряю. Получаю 11. Ну, вот здесь смотрите, я тоже буду расширять. Давайте я расширю и вот так вот условно вот сюда, потому что мне не надо, чтобы прям было по шее. А расширять и углублю где-то вот так на сантиметр, да, на полтора. Вот здесь вот тоже углубляю и здесь могу на сантиметр углубить. Поэтому, когда я измеряю, то я буду измерять вот здесь. Ну, это у меня моя основная выкройка. А вот здесь я могу и срезать, да, сразу. Пару сантиметров. Это же тоже очень важно. Можно и 3 сантиметра, но я, когда буду делать вот сейчас вот это вот построение, то по линии горловины при раскрои я не буду делать припуск на шов и у меня еще уберется, да, еще больше расширится. Поэтому я делаю вот так. А потом по горловине припуск я не делаю. Здесь у меня получается 16 сантиметров. Полочка 16. А спинка получается 12. Вот здесь вот сантиметр изменился. Все, убираю в сторону. Берем лист бумаги. Ну, вот у меня как раз был листик бумаги и я сейчас провожу прямой угол. Ну, смотрите, для того, чтобы провести прямой угол и как нам определить. У нас есть высота и у нас есть окружность головы. Вот смотрите, там, где у нас будет высота головы. Вот здесь я пишу. Высота головы мы используем формулу. Здесь такое. Мы берем высоту головы, делим пополам. Вот эти 62 сантиметра. Это будет 31. Да, мы берем одну вторую. и к этой величине мы можем прибавить около 5 или до 5 сантиметров свободу. То есть 3, 5. И здесь у нас будет 1 третья окружность головы и прибавляем к ней на свободу облегания от 5 до 9 сантиметров. От до. Я буду брать минимально. Мне много не нужно. Я не хочу, чтобы был капюшон у меня большой. И высота головы 31 сантиметр до 5. Я возьму так, чтобы он был сантиметра 33. Ну, вот где-то в этих параметрах. Провожу сейчас пока прямой угол. Так даже чуть-чуть ниже спускаюсь. Вот я сейчас вот таким образом спустилась и теперь вверх поднимаюсь на пару сантиметров. Вот так вот 2 сантиметра вверх. Приподнялась. И здесь откладываю теперь высота головы плюс то, что мы с вами хотим на свободу облегания. Ну, смотрите, я вот здесь откладываю буквально 32-33 сантиметра. То есть, я не хочу, чтобы он был у меня очень большой. 32 даже беру. Вот так вот, 32. Потом сделаю прибавки на свободу облегания. Окружность головы у меня была 58, да, а я беру одну треть. Значит, 58 я делю на 3. Это получается у меня 19 сантиметров. И к этой величине я прибавляю, ну, допустим, 5 сантиметров. Получаю 24. И вот так вот здесь вот я также откладываю под прямым углом 24 сантиметра. Вот так вот. Вот у меня 24 сантиметра. И дальше опускаюсь вот так вот вниз. Пунктиром. Просто. Просто пунктиром. Следующее, что мы делаем бисектриса угла 5 сантиметров. Вот здесь сразу строим. Опускаемся вниз на пару сантиметров. вот здесь. И теперь по линии, вот где мы с вами приподнялись, это я сейчас прорисовываю точки, через которые мы будем с вами прорисовывать капюшон. Вот ее окружность. И теперь смотрите, вот мы на 2 сантиметра поднялись с вами вверх. И здесь же давайте на 2 сантиметра уходим. Вот так. 2 на 2. Следующее, что я делаю, это вот здесь, там где мы с вами опустили пунктир, опускаюсь вниз сантиметра вот так вот на 4, на 5. То есть вот здесь у меня 4-5 сантиметров. 4-5. И следующее, что мы делаем с вами, это можем взять уже прорисовать капюшон. Значит, смотрите, вот отсюда я иду. Вот. И высота капюшона у нас должна быть учтена. Но я имею в виду, вот что мы взяли, И провожу дугу. Теперь эту точку с этой, но обязательно где-то по серединке я вот так вот пересекаюсь. И вот так вот я вышла. Вот мы с вами уже прорисовали линию капюшона. Следующее, что мы делаем, это соединяем вот эти вот две точки. Одну и вторую. соединяю и смотрю, что у меня здесь получается. У меня получается 12 и 16. Это 28 сантиметров. А какая величина у меня получилась здесь? Должно быть 28, да? У меня здесь не хватает. 28 это вот так. Вот так вот, вот сюда у меня уходит, получается 28. Вот здесь. То есть я эту величину использовала. 28. Отмечаю 12. Вот у меня 12 сантиметров. Вот так вот. Это спинка. И вот полочка. Теперь делаю следующее. Это чтобы мы с вами отрезок делим пополам, приподнимаемся где-то на сантиметр вверх. Вот, разделили и на сантиметр. И теперь от этой точки сначала под прямым углом вот сюда выходим, да? И вот к этой точке. А теперь нам нужно выйти ко второй, но здесь мы с вами увеличиваем высоту. И я здесь на сантиметр приподнимаюсь, да? И смотрите, вот у меня получается вот таким образом я на миллиметров пять опускаюсь ниже и выхожу вот так. Стойка. Делаю ее пять, шесть, семь сантиметров, как вы хотите. вот я ее приподняла. Вот так получилось. И теперь могу поделить условно пополам на сантиметр, на полтора. Уходим, углубляем, делаем дугу и выходит у нас вот такой капюшон. Все, капюшон построен. То есть поделили условно пополам вот этот отрезок на сантиметр, на полтора углубились. здесь пять сантиметров, здесь два сантиметра, два, два, один и здесь 0,5. Вот здесь вот, да, вот этот отрезок тоже делим условно пополам и на 5 миллиметров вниз. А здесь выходим практически на вот эту вот линию. Вот где мы опускались 4-5 сантиметров, здесь уже прямая. Теперь измеряем. Вот здесь у нас должно быть 28 сантиметров. Это 12 плюс 16. И если будет сейчас что-то меняться, мы с вами можем удлинить, мы с вами можем уменьшить. Поэтому я выставляю 0 и промеряю. Вот получилось ровно 28. Вот так. Но у меня точка 12 сантиметров на 5 миллиметров сдвигается. Когда мы прорисовали вот она у меня. Когда мы прорисовали с вами дугу, то вот эти 12 сантиметров они у меня вот уже вот здесь. То есть вот так вот все капюшон сделали. Можем тоже его вырезать и приступать к раскрою. Если хотите, чтобы у вас капюшон был двухшовный, вы его оставляете вот таким. Если вы хотите, чтобы у вас была в середине вставочка, то естественно тогда уже с этого капюшона мы срезаем половину ширины вставочки. Образно говоря, вы хотите 6 сантиметров вставка, чтобы была 10 сантиметров, сколько вы хотите, то вы эту половину величину вот так вот берете и срезаете. Измеряете, какая у вас получается длина вот здесь по вот этой вот линии и выкраиваете просто прямую полосочку ткани. Все. Работаем теперь краем и шьем.